Всем привет! Вы давно в комментах спрашивали, когда же начнется эта сборка. Ну и вот этот день пришел. Сегодня я соберу самую длинную модель из своих запасов. Модель тяжелого военного тягача КЗКТ Русич. Да, наконец-то это громадина на сборке. Вообще, к его началу, к началу сборки именно этой модели, я хотел бы завестись в своей комнате нормальным большим шкафом под свои модели. Поскольку, по моим прикидкам, после того, как я соберу этот набор, мне как-то готовую модель по нему ставить некуда. К этому моменту шкафа у меня в комнате так и не появилось. Вот сижу и думаю, что мне делать и куда его ставить. Но это ладно, что-нибудь придумаю. Что по планам на эту модель? Конечно же, не обойдется она и без самодельного улучшайзинга. Куда же без него? Ну и кое-что я вам приготовил по части смоляных дополнений, которые я теперь могу печатать на своем 3D принтере. Посмотрим, что из этого получится. Кое-что интересное я для вас приготовил. Ну а так, какой-то фирменный автормаркет я в этот раз к нему не прикупил. Да и на рынке-то его не особо что было. Но я думаю, от этого даже и лучше будет. Все, что мы хотим сделать, улучшить, попробуем реализовать с помощью подручных материалов. Я думаю, вам это такое будет тоже интересно посмотреть. Как-то так. Посмотрим, что из этого получится. Также, конечно, в начале видео хочу выразить огромную благодарность всем тем шейхам, меценатам, что поддержали канал донатом. В этот раз один такой человек, но постоянный меценат. Я думаю, он знает о ком я говорю. Огромное тебе спасибо. И вам тоже, что смотрите и за поддержку канала. Также, если у вас есть желание поддержать канал не только подпиской и лайком, а еще донатом, все полезные ссылки на них, на мои электронные кошельки, вы найдете в описании под этим видео. За любую поддержку канала от меня вам огромное спасибо. Также заглядывайте в модельную лавку, если хотите затариться моделями и инструментами для нашего общего хобби. Например, эту модель Русича я прикупил именно в ней. Ссылку и промокод на скидку для первой вашей покупки тоже оставлю в описании под этим видео. Ладно, что, с вступительной частью будем завершать. Эта серия будет посвящена, я думаю, сборке модели чисто в искоробочном ее варианте. Доработками и дополнениями займемся в следующей серии. Здесь я пройдусь чисто по всем интересным стоящим моментам этого голого пластика модели. Поговорим о наборе, о стыковке деталей, о возможных каких-то косяках, поджидающих вас при сборке этой модели. Ну, естественно, и устранение этих косяков, ну и так далее. В общем, все, как вы любите, все в деталях я вам покажу и по всему пройдусь. Что ж, подтаскивайтесь в вкуснях для просмотра этого видео к экранам. Модель свою подтаскивайте, если параллельно со мной решили ее собрать. Собрать свой экземпляр этой модели я о том. Да начнется сборка. Удачи нам. Вот это коробень, друзья. Как же я соскучился по пластику, а то связался, блин, с этой 3D-печатью из смолы и пропал там. А старый добрый пластик скучал себе несобранной на полке в коробке. Ну, а это мы сегодня исправим. Так, вроде в кадр все влезает с такими-то габаритами. Наполнена коробка ледниками под самую завязку. Кстати, кто не посмотрел обзор этой модели, можете в качестве разогрева посмотреть этот видос. Ну, а в этом видео ледники мы уже разглядывать не будем. Сразу все в сборку отправится. Из чего нам предлагают по инструкции начать? Ага, с кабины. Но с нее я начинать не хочу. Я, пожалуй, начну с прицепа. Ну, а сам транспортер оставлю нам на десерт. Самые крупные массивные детали в этом наборе как раз идут на прицеп. После обзора модели я где-то на дне коробки оставил все ледники по прицепу. Хрен до них докопаешься. Такая гора сверху навалена. И вот вам наглядный пример по габариту модели. Деталь настила это все очень вам ярко представляет. Это просто охренеть, какой размерчик получится у модели. Ну, на то он и тяжелый тягач, чтобы на такую площадку без проблем разместился любой самый суровый постояле. Та же мста, например, с бокс-арта. А вот ледник с основными деталями рамы прицепа. Тоже тут все и по толщине пластика, и по размеру деталей. Мое почтение. И раз уж эти ледники с деталями прицепа первыми мне в руки попались, с них и начну свою сборку. Традиционный первый кусь бокорезами и работа пошла. Подготовив все основные детали прицепа, начал его сборку. Тут сразу момент, который вам хотелось бы мне показать. Вот так выглядят самые длинные детали из его рамы. Такой легкий, ненавязчивый изгиб. Как он вам? Но думаю, после того, как все центральные перемышки вклеим, этот эффект пройдет. Наверное, по-другому и не могло быть при литье таких крупных деталей. Что ж, подчищаю следы от питателя и собираю каркас дальше. Вклеивал я все перемычки и прочие модули сначала только по одному краю, только к одной из боковинок рамы. А с другой стороны просто прикладывал вторую боковинку, чтобы все детали без перекоса вклеились. Изогнутых боковинок я не знал точно, как ровность такой рамы по итогу выйдет. Вот и приклеивал все поэтапно. Но по итогу, как и предполагал, по ровности все нормально получилось. Даже без основной части центральных перемычек кривизна почти полностью ушла. Собственно, следующим шагом я и вклею все эти оставшиеся перемычки в раму и самую гигантскую деталь настила. С мелкими деталями в этой модели на прицепе мы вообще, можно сказать, не поработаем. Ее тут раз и обчелся, пару мелких симметричных деталюх на колесных базах только, да и те собираются без какого-либо напряга. Рекомендую вам для таких тонких деталей пользоваться быстросохнущим тамевским клеем. Он быстро прихватывает деталь и излишне ее не разъедает. Ну а сами эти готовые подсобранные базы я пока что приклеивать к раме не буду, так как их ждет легкий улучшайзинг чуть позднее. Ох, друзья, я тут пока приклеивал настил на прицеп, случайно положил все это под сборку рядом с клавиатурой. Это просто монстр какой-то получается. Тут еще даже трапы заезда я не приклеивал, а эта часть модели по длине уже, блин, полноразмерную клавиатуру. Да уж, неизбежность того момента, как я начну искать свободную полку под эту дуру, становится все более пугающей. Ну а так в целом, вся база прицепа собрана, настил приклеен, все перемычки и боковинки вклеены, проблем со сборкой особых тут не было. И все окончательно выровнялось, где еще какие-то намеки на изогнутость оставались. Деталь получилась супер монолитная. Но размер ее, размер... Ладно, что-нибудь придумаю. Главному усатому аннигилятору моих моделей на полке с такой добычей надо еще будет повозиться и побороться. Так что у меня есть еще какое-то время. А вот и детали заездов подсобрал. Эти детали хоть и составные, но в сборке тоже были простыми. Стыковка тут не подвела. Единственное на них место, где шов получился не очень аккуратно, это вот тут снизу на опоре. Шпаклевать то место мне было лениво, потому все скрыл за приклеенным кусочком дешепласта. Внутри это место стыка кое-как видно, но там нам в целом все равно. А вот снаружи, на внешней части опоры, особенно если мы эти трапы хотим делать в поднятом положении на модели, полки наши не безразмерные, нам этот момент со швом пропускать нельзя. Кстати, для фиксации трапа в поднятом положении в комплекте есть две вот такие штуки. Даже не знаю, как они правильно называются. Такой крепеж, он проходит сквозь каждый трап и зацепляется за основной настил прицепа. Их тоже не вклеиваем, оставляем как есть, они без проблем и так в своих местах посадочных держатся. Ну и что, с нужными подсборками по прицепу я закончил. Самые интересные моменты, что мне попадались при его сборке, я вам показал. Да, он супер простой в сборке, тут немного всего было, вот поэтому я с него и начал. Ну и большая часть мелких деталюх и обвеса на этот прицеп до самого этапа улучшайзинга и покраски не будет к нему приклеена. Все для удобства последующей работы с ними. Потому что получилось с прицепом, я вам покажу в конце этого видео. Так скажем, когда будет готов общий итоговый вид, когда будет готов и сам транспортер, собственно к сборке которого я сейчас и перехожу. Ну и вот мы наконец-то вернулись к пропущенным по сборкам из самого начала инструкции. Стартуем с кабины, после нее занимаемся моторным отсеком. Далее раму нашего великана будем собирать, ходовку и так далее. Пока еще рано туда вдаль инструкции заглядывать. Ладно, подготавливаю деталь кабины и также, наверное, сразу остеклением ее займусь. Тут нет особого смысла оставлять детали остекления на монтаж у рамы после этапа покраски. Главная часть кабины в этом наборе идет одной цельной крупной деталью. Возиться с приклеиванием каждой стенки, капота, потолка. Как пришлось это, например, с Тайфуном от Звезды тут не нужно. По детализации и внешнему литью в целом мне тут все нравится, но я был бы еще более доволен, если бы трубач, рама под боковые окна, на дверях, на корпусе кабины сделал все же отдельно. И их можно нам было в итоге сделать в открытом положении. Но, увы, это сделать не получится. Моторный отсек также выполнен одной деталью. Внешне он тоже в целом норм, а вот о внутреннем его наполнении забыли. Это, на мой взгляд, один из главных недостатков модели. Ну, о наполнении мы еще с вами поговорим, как придет время. А пока кабина нас уже давно на столе заждалась, потому в сборку. А и по дверцам еще пару слов хотел сказать. Я их решил сделать в закрытом положении, так как по интерьеру кабины, даже если мы его доработаем, оживим, то все равно там особо не на что будет посмотреть. В этой машине и в реале все очень по-спартански. Опять же, остекление тут крупное, поэтому думаю, что наши все труды по доработке интерьера через это остекление и так будут хорошо видны. Следующий интересный момент, который я вам хочу показать. Начал сборку внешней мелочевки на кабину, дошел до зеркал, и пока их не приклеил к тонким держателям, озадачился вопросом изготовления на них зеркальных поверхностей из остатков подходящей пленки-самоклейки. Осталась она у меня от одной из предыдущих сборок, то ли от Тайфуна, то ли еще от какой модели. Ну, в общем, вот она и пригодилась. Технология с изготовлением зеркальной поверхности тут простая. Сначала по внутренней части пластиковой детали зеркала тонкой зубочисткой намечаем границу будущего шаблона. Далее любым модельным ножом, или как я ножом для точного фигурного реза от Мачете, аккуратно вырезаю этот шаблон из скотча ровно по той границе, что наметили. После этот шаблон приклеиваем к зеркальной самоклейке, и по линейке вырезаем пару зеркал. Ну и наши зеркала готовы, мы предусмотрительно их сразу заготовили. Пустая лежат пока в сторонке, будем их приклеивать к деталям только после покраски. Далее, как и планировал, сразу занялся остеклением кабины. Ему в этой модели выделен целый литник GP. Тут и основные стекла, и все фары, и маячки с катафотами отлиты. Но пока я всю эту мелочевку не трогаю, отделяю и подготавливаю только основное остекление кабины и дверей. При сборке своих моделей я все прозрачные детали, по большей части, приклеиваю всегда к модели на все тот же быстро сохнущий тамевский клей. Им и труднее заляпать остекление, так как он быстро высыхает. И фиксирует деталь он отлично, и почти моментально, как только дотронетесь кисточкой до места склейки. Я чувствовал, что именно сейчас, не откладывая, надо заняться этапом остекления. Не откладывать его на после покраски. Почти ни одна из прозрачных деталей основного остекления без напилинга не лезла в раму. Пришлось, я вам скажу, немало так, притом по каждой грани каждого стеклышка поработать шлифовальной пилкой. А вот уже после этого они таки соблаговолели вставать как надо на свои места. Ну и вот так деталь кабины выглядит после вклейки и остекления. Также хочу обратить здесь ваше внимание, что на одной из поверхностей стеклях есть объемная имитация. То ли части рамы, то ли уплотнителя. Вот им все стекляхи должны вперед на внешнюю сторону модели смотреть, а внутри кабины плоской ровной стороной. И я думаю, тоже нефига откладывать. Надо сейчас все остекление замаскировать, чтобы случайно не зацарапать его и не заляпать. Приятным бонусом к этому набору были вот такие окрасочные маски. Они идут прямо в из коробки. Тут они и на внутреннюю, и на внешнюю часть стекол, что в общем-то круто. Хотя они и на первый взгляд своей текстурой похожи на обычный дешевый малярный скотч. Ладно, приклеиваем все маски по своим местам. Какая и куда маска приклеивается, в инструкции все подробно написано. Ну и посмотрим, тут-то хоть без косяков все пройдет. По внутренней стороне остекления маски крепятся с небольшим заступом на основную пластиковую деталь. Но если внутри это еще хоть как-то терпимо, то с внешней стороны, к сожалению, неприемлемо. А тут маски оказались тоже слегка больше, чем нужно, и залезают на ту самую выделяющуюся часть рамки или герметика, о котором я вам ранее говорил. Потому по его границе аккуратно острым модельным ножом намечаю и удаляю излишки этой маски. Вообще мне непонятно, что за мода такая делать маски не в размер, и как вообще такое может получиться, если у вас даже точные чертежи всех деталей есть, на которые вы, собственно, эти маски изготавливаете. Какой-то масонский заговор. Ну и вот такой результат подверцем и кабине получается после удаления излишков маски. Да, конечно, на этом этапе я провозился намного дольше, чем ожидал. Тут трубач подвел. И что-то после этого мне стало немного боязно, но больше всего же интересно. А с размерами травленых решеток на МТО тоже накосячили или все же все в порядке? Потому поработаю с травлом. И можно смело нам говорить, что все травло в этом наборе идет только на МТО. Под него в пластике, соответственно, есть небольшие углубления. Ну и вот такая бедноватая плата с ним в наборе. Да, тут совсем не густо деталей. Хотя если смотреть на это со стороны начинающего моделиста, может ему больше и не надо. А все эти решетки поклеить никакого труда не составит. И гнуть опять же тут ничего не нужно. Вроде и норм. Кстати, о приклеивании. С этим мне сегодня поможет вот такой самый обычный и простой циано-акриловый клей под маркой Супер Момент. Что ж, процесс пошел. Подготавливаю и приклеиваю все травленные деталюхи по своим местам. Ух, друзья, тут нам повезло. С размерами трубач не промахнулся. Все четенько в границу вклеивается. Ну и итоговый результат по решеткам перед вами. И как же бы круто все смотрелось, если бы за этими решетками был детально проработанный моторный отсек. И вся эта внутренняя детальная красота была бы видна за этими решетками. Эх, мечты. Но набор этот, к сожалению, очень скудный. И тот результат, что он нам из коробки может дать, да, не очень зрелищный. И нам придется пробовать хоть как-то улучшить его через покраску и тонировку. Так, по инструкции далее, модуль МТО обклеиваю поручнями и прочей внешней мелочевкой. И можно будет к раме переходить. Ну, в общем, как будет что-то интересного, сделаю следующее включение. И недалеко я ушел. Традиционная рубрика «Боль моделиста». Хочу ей с вами поделиться. И самая пока что мазохистская и нудная часть в этой модели – приклеивание вот этих мелких петелек по крыше МТО. Тут их можно было либо из проволоки самодельной делать, либо из набора пластиковый поклеить. Выбрал базовые, пластиковые, благо в наборе они выглядели приемлемо. Но тоже я вам хочу сказать, нифига не быстро это происходило. И не без нецензурной брани. 24 мелких таких засранца, постоянно норовивших выскочить из пинцета. На свое место они приклеиваются, ох, как не хотели. Притом еще и запасных в наборе нет, если сломаете один из них. Тут в кадре они еще сверху не отшлифованы. Я жду, пока клей подсохнет. Потом, естественно, пройдусь по ним всем шлифовальной губкой. И еще вот такую пару травленых решеток с двух сторон почти симметрично приклеить нужно было. Что-то я их забыл сразу с основными сетками сделать. Чуть не пропустил этот момент по инструкции. Но хорошо, что на глаза попалось. Вот и дошел я до Рамы Русича. Весьма массивная деталь в основе у нее. Ну и как с прицепом все отделяю, подготавливаю и поэтапно подсобираю. Сначала склеиваю основу рамы. Добавляю перемычки. Далее вклеиваю защитные накладки на дне над каждым из мостов и задний узел с буксировочным крюком. Далее по инструкции подсобрал все карданы и их элементы. И пока не вклеивал их внутрь подготовленной рамы, надо бы вам показать, что и как в сборке получилось. Думаю, это нагляднее будет для вас, чем в инструкции. Самая крупная подсборка на этом этапе это вроде часть трансмиссии, что поправьте меня в комментах. Нижний кардан тут до установки этой детали в раму с одной из сторон не приклеивайте, иначе не получится все это дело установить внутрь. Инструкция в этом моменте дает неверную рекомендацию по сборке. Ну и далее давайте посмотрим все оставшиеся элементы этой карданной системы. Они тут чуть попроще. Вот со всем мы и ознакомились. Могу отлучаться на установку этих деталек в раму. Следующее включение сделаю по результату этого этапа. И вот такая красота с карданами получилась. В целом провозился недолго, а самое главное тут, как я уже сказал, один из карданов на центральной части, а именно нижний, не приклеивайте сразу. Между карданами на этой центральной части проходит крепежная деталь рамы. И соответственно, если один из карданов приклеить, просто так эту деталь уже не поставить. А в остальном проблем не возникало. В следующих подсборках начинаю формировать ходовую часть машины. И вот тут трубач не заленился и деталей насыпал от души. Жаль, только по итогу вся эта подвеска все равно не рабочая получится. Даже поворот передних колес тут не реализован. Но сами колеса крутятся, конечно, на осях будут. Ну и мосты относительно детально будут смотреться. Сначала делаем вот из таких, не знаю, образных элементов основу подвески. Нанизываем на пару осей все эти детали. С двух сторон они одинаковые и симметричные. Ну и тут хоть это и смотрится все подвижным, но увы, это только дает нам ложную надежду. Как я уже сказал, рабочей подвеске здесь можно и не мечтать. Что ж, иду далее по инструкции. Продолжаю делать все подсборки по этапам. Ну и самое интересное из них стараюсь вам показать. И следующим крутым моментом, что мне понравилось и хотелось бы вам показать, была вот такая просто фиксация деталю ходовки в пару кликов. Вообще без клея все это проворачивается. И на удивление вполне все надежно крепится по итогу. Очень люблю я, когда при сборке мне попадаются такие продуманные и в то же время простые решения. Ну и как все на этом этапе вышло, все перед вами. Передний бампер с кенгурятником тоже к этому моменту приклеил. Ну и тут и там по мелочи. И сзади рама некоторые элементы, и по самой раме. Далее по инструкции нас ждет обвес рамы всякой мелочевкой, подсборка баков. Завершим с подвеской сзади, поставим балансиры. Ну и соберу базу, это вроде как седло называется. Замок, в который крепится прицеп. Тоже, если что, в комментах меня поправьте о правильной терминологии. Фронт работ ясен. Продолжаю сборку. Этап сборки баков, вот из такой кучки деталюх получается брутальнейший баченский. Сколько в него в реале помещается горючки, кто знает, напишите, плиз, в комментах. И блин, насколько же прожорливый вообще этот тягач, что ему требуется два таких огромных бака. Так, наверное, еще и мало ему этого будет. Да заправка какая-нибудь нужна. И теперь сладкая парочка готова. Собрал оба бака. Пока вклеивать их на раму не буду, так как тоже еще ему лучшайзинг грозит. Далее собрал балансиры на заднюю часть подвески. Тоже решил вам показать эту деталь до установки. Эта деталь крепится к модели на ось от рамы. Можно даже без клея ее устанавливать, чтобы потом, если потребуется, скорректировать уровень задних колес. А вот к базам колес, к деталям от мостов, вот эти P-образные штучки по бокам балансира уже можно будет подклеить. Ну и вот так все это по итогу смотрится. Поставил балансиры уже и на другой борт. Подклеил их к ходовке на самую минимальную капельку клея. Ну и к основной крепежной оси, как и говорил, клеем вообще не дотрагивался. Слегка отцентровал эти детали после установки. Смотрятся симметрично. Также к паре передних мостов, только с одной стороны это нужно было сделать, подклеил вот такие небольшие составные детали. После этого с ходовой мы, в общем-то, закончили. Можем заняться следующими крупными элементами на раму. И самым интересным в сборке таким модулем стало седло в замок крепления прицепа. Деталь эта составная, тут тоже трубач не поленился. И получается жутко подвижной, на ней аж две подвижные оси. Интересно, в реале она такая же адски вертлявая. Но если это вам не нравится, не нужно, чтобы она так бесоебилась. Всегда капли клея можно зафиксировать как минимум одну из осей с выбранным углом наклона. На раме модели под этот модуль есть четко выделенное посадочное место. Можно сразу на сухую туда нам его установить, да посмотреть, что и как получится. И как после окончательной сборки смотреться будет. В своей сборке эту деталь я пока оставлю не приклеенной к раме. Все по тем же соображениям последующего улучшайзинга. А то потом корящийся с тянутым ледником под ним. Что еще из интересного можно было вам показать? Ага, это наверное по последним травленным элементам из набора, по внешним корзинкам под канистры. Эти травленые корзинки можно прямо по тушке канистры гнуть. Получается вполне все ровно. Но в этих деталях, как по мне, есть некоторая непродуманность. В чем она заключается? Для стыковки корзинок в единой целой на боковых перемычках нет никакого удобного захлеста одной перемычки на другую. Тут стык только-только, прям край в край, перемычка к перемычке. И тут либо их паять, если в планах у вас оставить одну из корзинок, например, пустой. Либо клеить это травло на цианакрил сразу к канистре, так чтобы стыка не было видно. Я пока не решил, как буду делать. Может, одну пустую оставлю, одну с канистрой, а может, обе пустые. Позднее определюсь и все покажу. И что дальше? Добиваю всю экстерьерную, интерьерную мелочевку по кабине. И следующее включение, думаю, уже будет последним с итоговым результатом по модели из коробки. Удачи мне и вам с последними деталюхами. Увидимся в финале. Ну что, друзья, весь основной пластик модели готов. Все, что нужно было, чтобы перейти к следующему этапу, я подсобрал. Все перед вами. Ну и какая-то часть мелочевки, чтобы не растерялась, по традиции складируется в отдельной коробочке. Там ступеньки, диски от колес, ну и так далее. По итогу времени от начала сборки, от первого курса, вот до этого момента у меня заняло где-то неделю. Но все это очень условно и зависит очень от вашего перфекционизма и насколько тщательно вы решите бороться с обработкой мелких деталей ходовой. На них прям в достатке был литиевых швов и мини-облоев. Еще и деталей этих много было повторяющихся. Тут самая неприятная и нудная часть в сборке с ними была. Помимо подтачивания деталей прозрачного остекления, временами приходилось повозиться состыковкой элементов ходовой на раме тягача. В свои посадочные места детали тоже не всегда хорошо усаживались. В остальном все детали в модели крупные, с обработкой, состыковкой неприятных сюрпризов не подкидывали. Думаю, сегодня вы и сами все прекрасно уже это увидели. Модель простая. Я даже бы сказал, что местами слишком уж упрощенная и бедная по детализации, особенно в сравнении с теми моделями, что сейчас выходят. И, конечно же, вспоминая прайс на эту модель, который сейчас во всех модельных магазинах одинаково высокий. Но если хочется именно эту модель, именно этого тяжеловоза, то вариантов-то особых у нас нет. И давайте поближе посмотрим на результат подсборок и некоторые элементы, что я вам еще не показывал. Начну с прицепа. Многое на него сейчас установлено на сухую. В целом тут ничего особого после последних с ним кадров сборки не изменилось. Колесные базы на прицепе усадил временно на Patofix. Их рано еще на постоянку приклеивать. Также и детали заездов трапов пока лежат отдельно, так их мне будет удобнее прокрашивать. Я еще, кстати, не проверял и не примерял, влезет ли вообще этот прицеп в мой окрасочный бокс. Вот будет сюрприз. Трапы эти, само собой, оставлю подвижными. Такую красоту потом можно будет эксплуатировать для фотосессий моих следующих БТТ-проектов по современке. Подвижным также сохранится и мини-кран. Я так понимаю, он нужен для облегчения работы с запасками, что хранятся рядом с ним. А вот так получились передние гидравлические лапки-упоры. На них прицеп опирается, когда не закреплен все для тягача. Из коробки сделать подвижными на них можно только опорной площадки. Ну а так, интересные по конструкции деталюхи. Да, размер модели получается, конечно, не для каждой полки. И если раньше проблема с тем, куда я буду ставить эту модель, так, кружила в воздухе рядом, и я от нее старательно отмахивался, не обращал внимания на нее, то вот теперь уже не отмахнуться. Да блин, на этот прицеп сам по себе русич влезает без проблем, еще место остается. Но то, что я собираюсь в этом прицепе размещать, покажу вам только, скорее всего, в следующей серии сборки. Пока что сохраню интригу. Теперь давайте посмотрим, что непосредственно по русичу получилось. На нем многое тоже сейчас не подклеено, так на сухую приложено. Все это сделано для того, чтобы с последующим улучшайзингом работать. Раму в целом вы тоже уже видели. Поэтапно, как собираются самые интересные ее элементы, я вам показал. Ну а уже чуть позднее, по всей раме, тянутым ледником и проволокой, нужно будет провести всяческие линии гидравлики и прочие проводки и шланчики. Но сразу вам хочу сказать, что с этим сильно упарываться я не собираюсь. В какую-то ультракопийность ударяться, этого в планах нет. Так, чисто в самых видных местах, сымитирую, что считаю нужно. Так, седло я вам тоже уже детально показывал. Отсек с лебедкой крепится на раме сейчас тоже на сухую. Ну и в целом по раме все. Два бака, два красавца, тоже вам ранее их уже показывал. С ними без изменений, позднее они будут вклеены под лебедкой с двух сторон. Следующий главный составной модуль. Тут и крупная, но простая деталь базы подо все это. И огромная кабина. И не менее огромный, но к сожалению пустой МТО. Кабина с последней нашей с ней встречи обросла поручнями, осветительными штуками, фарами, мини-прожектором на крыше. Все это пока без прозрачных деталей, их установлю только после покраски. Далее МТОшка тоже обросла поручнями, выхлопными трубами на крыше и прочими деталями системы вентиляции. По вот этим многочисленным бесявым в установке петлям я вам уже пожаловался. Теперь они по всей верхней части отшлифованы. И с модулем этим конечно еще придется пару манипуляций произвести. И как минимум внутрь сделать какую-нибудь пусть грубую, но имитацию движка с радиаторами и толстыми выхлопными трубами сверху. Что через вот эти крупные отверстия в корпусе МТО будет очень хорошо видно. Надо будет посмотреть фото оригинальной машины и что-то похожее накидать из подручных материалов. Далее посмотрим на элементы интерьера кабины, я вам их еще не показывал. Такая красотка приборной панели с коробки получается. Это по идее будет самая зрелищная деталь в кабине, так как и в реале в общем-то там в кабине пустота. Пара кресел, приборная панель, диван койка сзади. Но и так как 3D декали у меня на нее нет, надо будет постараться все как раньше делал по старинке. Аккуратно прокрашивал вручную каждую деталь, каждую кнопочку. Не зря я недавно прикупил тонкие маркеры от Dispire, они мне тут очень помогут. А вот и деталь руля с его стойкой суров и минималистичен. Так в общем-то и все в этой кабине. Далее посмотрим как получились кресла. Вот на их детализацию трубач тоже не поскупился. Каждая собирается по-моему деталей из 6-7. Если вы решите делать на вашей модели двери в кабину открытыми, то в принципе эти кресла будут смотреться даже не стыдно. Ну и прочая мелочевка, о которой я говорил, что в коробочке отдельно хранится. Тут в основном диски колес и русича, что побольше в диаметре. И прицепа, что поменьше. Половинки их пока не склеены. Для удобства и покраски безокрасочных масок. И для последующей установки в резину покрышек. Что ж, если кратко подводить итог чисто по модели из коробки, то могу сказать, что модель очень простая. В целом подойдет и начинающим моделистам. Детали крупные, простые в обработке. Деталей немного. С простеньким травлом поработаете. И просто здоровенную дуру на полку себе соберете. Ну а для опытных и привередливых моделистов тут, конечно же, очень все просто. И очень слабо проработанная детализация. Хотя, с другой стороны, я знаю людей, что им именно такие простые модели подавай. Даже можно сказать, это заготовки моделей. Они, наоборот, больше удовольствия получают, дорабатывая и допиливая все это дело. Прямо с головой уходит в процесс доработки и улучшайзинга модели. И в этом тут непаханное поле, которое у меня в планах, ну, немножко, так скажем, разрыхлить. Следующую серию я как раз этому целиком и посвящу. Также, скорее всего, заодно в ней и покрашу целиком весь интерьер кабины. Ну и, конечно же, раскрою ту интригу, что для вас приготовил. Внесите черный ящик в кадр. В этой коробке все и находится. Еле в нее, надо сказать, все влезло. Этот доп я планирую сделать в составе общей композиции проекта «Русич». Что ж, будем прощаться. Если что-то не попало в кадр, поверьте, это еще сто раз вы увидите в следующих сериях. Так что, ничего страшного. Ну, остались какие-либо вопросы, комменты всегда для вас открыты. Welcome. Впервые на канале вам тут понравилось. Прожмите подписку, пробейте в колокольчик. Оцените данное видео. Поддержите канал, поддержите автора. И это вам вернется благодарочкой от меня и новыми, не менее интересными проектами. Поддержите канал донатом, если есть желание и возможность. Подписывайтесь на Zen Insta. Я там наши запасные аэродромы открыл, чтобы в случае чего нам не потеряться. Все полезные ссылки вы найдете на все ресурсы, на поддержку, на донаты в описании под этим видео. Ну, а так что, будем прощаться до следующего видео. До скорой встречи, творческого настроения и пока-пока.